Крупный род борщевик – это двулетние или многолетние травы семейства зонтичных. Известно свыше 70 видов борщевиков, главным образом в умеренном поясе Северного полушария. В бывшем СССР около 40 видов. Больше половины из них встречается лишь на Кавказе. 29 видов. В Республике Северной Осетии Алани отмечено 9 видов борщевиков. Жосткий, Айрный, Лескова, Мантигатцы, Карликовый, Розовый, Сибирский, Сомье и Сосновского. Род борщевик – один из крупных и сложных родов семейства зонтичные. Он издавна привлекал внимание из-за их потенциального использования в народном хозяйстве и особенно в кормовом отношении. Ряд видов борщевиков – гигантские травы высотой 2,5-3 метра, богаты питательными веществами. Четыре вида этого рода, в том числе растущие в Ресуалане борщевик Сосновского, выращивались на полях совхозов нашей страны в качестве силостных культур. Они характеризуются большим урожаем зеленой массы до 1,5 тонн с гектара и высоким содержанием в ней протеина, а также сахаров до 20%. Из-за которых он прекрасно силосуется. Наибольшую ценность виды борщевика представляют как силостные растения. В Кабардино-Балкарии, например, местное население издавна использовало борщевик Сосновского для силосования. Питательные достоинства борщевика нашей флоры изучены дзанагово. Борщевики Сосновского и Шершавы выращивались на опытных участках в горных условиях нашей республики Зоблаево. Проведены многочисленные опыты с борщевиками на созданных агропопуляциях по оценке их кормовых достоинств с учетом двух основных показателей – урожайности и питательной ценности зеленой массы растений, а также позднее соцепированы с учетом в них фурокумаринов, которые и вызывают дерматиты. В листьях борщевиков их выявлено до 15. Из видов борщевиков флоры арсуалани испытывались отнесенные группы высокопродуктивных борщевики Сосновского и Шершавы. Они давали урожай зеленой массы более 500 центнеров с гектара. Но у борщевика Шершава листовая поверхность меньше, чем у борщевика Сосновского. А листья грубые, жесткие из-за многочисленных волосков, находящихся на черешках и листовых пластинках. Но расширение площадей, занятых под этими культурами в совхозах нашей страны, тормозилось из-за присущих им серьезных недостатков, основными из которых являются наличие в соке растений фотодинамически активных фурокумаринов, вызывающих у лиц, работающих с этими культурами, дерматиты, протекающие по типу ожогов, а также изреживание плантаций. Все отмеченные виды борщевика нуждаются в селекционном улучшении для создания агропопуляции содержащих особей с ослабленным содержанием фурокумаринов, не вызывающих дерматиты. Из этой высокоурожайной группы особого внимания заслуживает борщевик Шершавой для дальнейшей селекционной работы с ним, так как в его популяции находится до 4% особей, вообще не содержащих фурокумарины. Борщевики обычно растут на лугах, в лесах, в зарослях кустарников, по речным долинам и оврагам. Например, поймы горных долин наших ущельей Хилакского, Дегорского в конце весны и начале лета украшаются белыми пятнами огромных соцветий борщевиков, обычно собирающих множество различных, это пчелы, осы, мухи, бронзовки, кожиеды, зонтичные моли и многие другие, всего более 20 видов. Борщевики для этих насекомых являются кормовыми растениями или нектароносами. Ну, понятно, что все виды медоносы дают нектар, который привлекает не только пчел, но и отмеченных выше насекомых, так как нектар лежит открыто на поверхности подпесечного диска цветка. К примеру, медопродуктивность борщевика Сосновского в Житомирской области достигает 300 кг с гектара. Выделение нектару борщевиков происходит в дневные часы. Для пастбищного использования виды борщевика не представляют особой ценности, они неустойчивы к постоянному выпасу. Кроме того, на пастбищах только некоторые виды борщевика поедаются животными и то в молодом состоянии. Виды борщевика также малоценны для сенокосного использования, так как при сушке они превращаются в труху. И наоборот, в пасмурную погоду листья легко плесневеют, что способствует распространению плесени в стогах сена. Многие борщевики используются как пищевые растения, в частности горцами. Это для них популярное лакомство, когда они очищают от кожицы молодые побеги и их с удовольствием употребляют в пище. Борщевики также очень декоративны. Некоторые виды борщевиков, например, растущий у нас в республике борщевик Маттигаци. Крупные их соцветия обычно привлекают внимание многих посетителей гор, туристов. Но их ажурный декоративный вид, особенно на фоне неба, он таит в себе опасность. И вот ограниченное их использование в культуре, в частности, вызвано основной причиной, что они вызывают дерматиты у лиц, которые прикасаются к этим растениям, срывают их. Также, если употребляют иногда в пищу. Борщевики легко сорничают, то есть убегают из культуры, засоряют лужайки, опушки. Отметим, что впервые из Дегорского ущелья нашей республики для науки описан борщевик карликовый. У него полностью отсутствуют вот эти опасные фурукомарины, о которых я только что говорил, которые обладают именно фотосенсибилизирующим действием. Борщевики иногда используются как лекарственные растения. Но отмечу, что огромная проблема стоит в Центральной России, в частности, в Подмосковье, где из культуры отмечалось бегство борщевиков и их дичание. И особенно это происходило в конце 20 века в Подмосковье, где сильно борщевики искажают природные ландшафты. Ну и так, в заключении хочется сказать о том, что эти интересные растения, борщевики, они являются составными компонентами, как иногда говорят, гражданами нашей флоры. И они росли здесь тысячелетиями. И никакой, естественно, борьбы с этим видом у нас в республике проводить не стоит. Следует лишь посетителям гор и зарослей, где они встречаются, быть очень внимательными, использовать соответствующую одежду, обувь, не прикасаться, особенно в солнечные дни, к его листьям, которые могут вызвать дерматиты кожные наподобие ожогов. Ну а так, в общем, борщевики, по мере их изучения, они будут иметь разностороннее практическое использование. И в настоящее время они могут использоваться лишь пока как силосные, медоносные растения. Но со временем практическое использование их в народном хозяйстве будет все возрастать. И, естественно, в селекционном улучшении нуждаются виды, которые не вызывают опасных дерматитов.